Крепостное право Для потомков история все же сохранила О них я расскажу далее Для того, чтобы понять всю суть событий тех суровых времен Давайте вкратце вспомним, что такое крепостное право и кем были крепостные крестьяне Крепостное право или закрепощение крестьян, то есть прикрепление их к земле В России складывалось постепенно, на протяжении более двух столетий Закрепощение крестьян началось с ограничения в 1497 году их права перехода от одного землевладельца к другому А завершилось реформой Петра I в 1724 году Окончательно прикрепивший крестьян к земле По сути своей, крепостное право было следствием специфики землевладения в России Аристократия получала в собственность землю за успешное исполнение воинской повинности Крестьяне же были обязаны работать на аристократа-помещика, выполняя трудовую повинность на его землях Когда речь заходит о событиях тех лет, многие начинают сравнивать крепостных крестьян с африканскими рабами Что по сути является большой ошибкой Крепостной крестьянин не был рабом Сравнивать их как минимум глупо Раб, или как его еще называли «говорящая вещь», целиком и полностью принадлежал своему хозяину Это было закреплено законом Примерами могут служить законодательства Древнего Рима, Византийской империи, а также британских и американских колоний С 1619 по 1865 годы Раб, являясь объектом права, был неправомочен В суде за поступки раба отвечал его хозяин Как и любое другое имущество, раба можно было купить, продать, подарить или завещать Хозяин сам определял степень и меру наказания для своего раба И не был ответственен за его смерть Лишенный права собственности, раб целиком и полностью содержался своим хозяином Не распространялся на рабов институт брака Их отношения не были юридически закреплены И могли существовать только по доброй воле своего хозяина Единственное, что было постоянным в их жизни, это каждодневный тяжелый труд Крепостной крестьянин, в отличие от раба, сам представлял себя в суде Отвечая за свои преступления Крепостной обладал правами частной собственности Имел свое хозяйство И обладал полным правом вступать в брак и заводить семью Их дети были законны и наследовали имущество родителей Но рождались крепостными До 1765 года крестьяне могли жаловаться на помещиков лично государю Позже только через местные власти Так называемые государственные крестьяне Крепостные, трудящиеся на землях, принадлежащих императорской казне Не подчинялись помещикам Соборное уложение 1649 года лишило крестьян последней возможности получить свободу Так как давало помещикам право разыскивать беглых бессрочно Позже, уже в конце 17 века, практика продажи, обмена или дарения крепостных Стала обычным делом А у государства не было ни необходимости, ни желания ей препятствовать В 1721 году Петр I в одном из своих указов осудил продажу людей якоскотов И распорядился онную продажу пресечь А ежели невозможно того будет пресечь То бы хотя по нужде продавали целыми фамилиями Увы, но в этой ситуации распоряжение государя не имело ожидаемого результата Крепостных крестьян по-прежнему продавали, дарили и меняли Крепостное право в Российской империи было отменено в 1861 году императором Александром II Получившим за это прозвище «освободитель» Многие считают, что дело было вовсе не в доброте монарха Уставшего болеть душой за многострадальный простой народ Дальнейшее существование крепостничества в России Могло вылиться в грандиозные беспорядки и даже в революцию На самом деле государь, как и его предшественники, не слишком заботился о своих угнетенных подданных Об этом красноречиво говорит и то, что самые страшные изверги, измывавшиеся над людьми и даже не гнушавшиеся убийствами, отделывались за очень редким исключением символическими наказаниями Помещица Дарья Салтыкова, или как ее ласково называли Салтычиха, одна из тех, кто все-таки понес наказание за свои кровавые преступления В юности эта особа была очень хороша собой и очень набожна Потомок древнего дворянского рода Салтыкова немало жертвовала на храмы и монастыри И раз в год непременно выезжала в Богомолье, в один из крупных монастырей России Однако все коренным образом изменилось, когда в 1756 году умер ее супруг Вдову словно подменили Она начала истязать и калечить своих крепостных, демонстрируя неслыханную для женщины изобретательность Всего с 1756 по 1762 годы крепостные жаловались на свою бароню 21 раз Однако письма крепостных постоянно терялись в инстанциях Потому что Салтыкова не скупилась на взятки и подношения От побоев и пыток помещица перешла к более радикальным вещам Она забивала своих крестьян палками, скалками, поленьями и кнутами Закапывала живьем и мучила каленым железом У барыни были особые стальные щипцы, которые она нагревала до красна в печи А затем хватало ими крестьян за уши Особенно нравилось садистке расправляться с женщинами, молодыми и красивыми У одного крепостного крестьянина Салтыкова одну за одной убила трех жен Первую Катерину Семенову забили тростью и плетью насмерть в 1759 году за то, что она плохо помыла полы Вторую Федосью Артамонову запороли плетью в 1761 году за нерадивость Третья Аксинья Яковлева была насмерть забита кухонной скалкой в 1762 году без какой-либо причины Салтычиха просто начала в ярости наносить ей удары, пока не убила Возможно, это была своего рода женская ревность, как в сказке про белоснежку и мачеху, кто знает На счету барыне-маньяка 138 жизней, а всего в ее распоряжении было около 600 крепостных Размах Салтычиха взяла такой, что весть о ее злодеяниях достигла уше императрицы Екатерины II И помещицу арестовали Решением сената и государыни в 1768 году Дарью Николаевну Салтыкову лишили столбового дворянства И приговорили к смертной казни Но затем приговор изменили И убийцу отправили на пожизненное заточение в один из монастырей Там Салтыкова провела 11 лет в каменном мешке без окон Где видела свет только в те моменты, когда ей приносили ее скудную пищу А когда бывшая помещица совсем одряхлела Над ней смилостивились и поселили в небольшой церковной пристройке Там она и встретила свою смерть Кстати, так и не раскаившись в своих злодеяниях А вот господин Николай Струйский На совести которого около двух сотен человеческих жизней Не понес вообще никакого наказания Помещику досталось огромное наследство от его родственников Погибших во время Пугачевского восстания Он мог бы жить в свое удовольствие и давать жить другим Тем более, что Николай Еремеевич считал себя поэтом и писал стихи Которые хоть и были очень плохими, все же высоко ценились императрицей Однако Струйский был не только богачом и поэтом, но и садистом Причем довольно изощренным Любимой забавой помещика был час суда Он сам придумывал преступление А затем назначал ответчиков, истцов и присяжных Из числа крепостных Во время расследования и суда людей зверски пытали А затем Струйский сам зачитывал приговор Приговаривали крепостных к заключению, порке и всевозможным средневековым издевательствам Нередко такой приговор становился для бедняги смертным Еще одной забавой Струйского была игра с тигром Выписанный из Индии хищник был гордостью помещика-миллионера И невольным соучастником его злодеяний Крестьян загоняли в специальный вольер, где их ожидал голодный зверь Несчастный не имел возможности спастись от тигра А при попытке выбраться из вольера в крепостного стреляли дробью барин и его гости Обычная игра заканчивалась гибелью крестьянина В отличие от полоумной салтычихи, Струйский отдавал себе отчет в том, что творит зло Со временем у помещика развелась паранойя И он начал хранить у себя в доме сотни оружий, пистолетов и сабель Которыми думал защищаться, если начнется народный бунт Но садисту так и не довелось ответить за свои преступления Он умер своей смертью в возрасте 50 лет Герой Отечественной войны 1812 года, генерал-лейтенант Лев Дмитриевич Измайлов Был настоящим патриотом России Однако это не мешало ему быть человеком извращенным и распутным В 1814 году генерал ушел на покой и жил в своем поместье до 1831 года Пока не выяснились отвратительные факты Оказывается, герой и кавалер множества орденов, некогда пожертвовавший миллион рублей на оружие для ополчения Завел в своем доме гарем из 30 женщин, многие из которых были несовершеннолетними Наложницы попадали в дом Измайлова не по своей воле И содержались в особой части особняка с решетками на окнах и прочными запорами Кроме этого, бывший военный устроил у себя дома притон для разврата, в котором предлагал женщин для утех своим гостям Наиболее уважаемым знакомым Измайлов предоставлял 12-летних, а иногда и более юных девочек Которых в гарем изымали из крепостных семей на усмотрение барина и привозили к нему в дом Узницы могли рассчитывать только на короткие прогулки в саду и поход в баню В остальное время они были изолированы от всех Одна из наложниц генерала родила ему дочь, которую назвали Нимфодорой Фритоновной Хорошевской Старый извращенец дважды надругался над ней, когда Нимфодоре было 8 и 14 лет Всего нимфа, как называл ее сам Измайлов, становилась обитательницей его гарема дважды Все выяснилось благодаря юристу Льва Измайлова, который решил заработать на слабостях барина И подговорил крестьян написать на него жалобы Сам мелкий клерк планировал заработать на посредничестве при передаче взяток от клиента властям Ему даже в голову не пришло, что такого заслуженного человека, как генерал-лейтенант, могут судить Но Измайлова судили Процесс был очень длительным и вялым И закончился для старого извращенца домашним арестом Самое страшное, что увидели в поступках генерала-судья и присяжные Это запрет на посещение крепостными церкви Оказывается, генерал опасался, что на исповеди крестьяне расскажут о его проделках священником И дело получит огласку История России знает и других извращенцев и маньяков, ушедших от ответственности Чего стоит один только помещик Страшинский До 75 лет растлевавший совсем юных девочек из трех деревень И потом перешедший на своих же дочерей и внучек Александр II, которого крестьяне боготворили как заступника и освободителя Освободил от ответственности извращенца, на чьем счету было более 500 жертв Из-за недостатка улик и по слабости здоровья 3 марта 1861 года Александр II подписал манифест об отмене крепостного права Положение данного манифеста признали крестьян независимым классом общества и даровали им права Теперь они могли владеть недвижимостью, в том числе и землей Однако эту землю прежде необходимо было выкупить у помещиков за очень внушительную плату Размер допустимого для выкупа земельного участка строго регламентировался Также крестьяне теперь могли создавать общины и избирать своего главу Учитывая, что выкуп земельного участка по-прежнему был практически недосягаем Для подавляющего большинства крестьян это повлекло очередную волну бунтов Правительство вынуждено было бросить силы на подавление этих восстаний Что повлекло гибель большого количества народа Среди помещиков также присутствовало недовольство проведенной реформой Поскольку они посчитали ее концом русской государственности Однако постепенно оба сословия вынуждены были смириться с произошедшими изменениями Страна начала свой переход к индустриальному обществу Однако беднейшие слои населения не получили желаемых прав В дальнейшем эта проблема вылилась в революцию 1905 года Которая стала началом пути к свержению царизма и становлению нового мира Который будет существовать в стране до 1991 года На этом у меня все Если видео было вам интересно, поддержите нас лайком И не забывайте подписаться До новых встреч!